Лидеры стран Европы впервые проведут в Праге заседание Европейского политического сообщества. Первое заседание с участием лидеров 27 стран Евросоюза и 17 не входящих в ЕС стран Европейского континента состоится в Праге 6 октября. С инициативой о создании Европейского политического сообщества выступил в мае президент Франции Эммануэль Макрон. И сейчас у нас на прямой связи со студии из Праги наша коллега Эльмира Мусазаде. Эльмира, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Олег. Скажите, Эльмира, что говорят об этом мероприятии, которое пройдет впервые? Также мы знаем, что будут интересные встречи, возможно, анонсируются встречи Эрдогана и Пашиняна, например. Да, действительно, это первый такой вот неформальный саммит. На нем действительно будут участвовать не только представители европейских государств, но и другие страны в том числе. Но чешские власти уже сказали о том, что в целом на мероприятии придут участие свыше 2500 человек. Это достаточно большая цифра для достаточно небольшой страны, как Прага, которая впервые, наверное, будет принимать такое... Это действительно инициатива президента Франции Эммануэля Макрона. И Эммануэль Макрон в последнее время действительно пытается проявить внешнеполитическую активность, заявить о какой-то миротворческой миссии. Но вот уже получил он достаточно серьезную критику за такие свои инициативы, потому что усилия Франции, в том числе и миротворческого характера, не особо венчались успехом. И в последнее время особенно критикуют правительство Франции за вывод миротворческих войск из Мали, где Франция не добилась никакого успеха и не смогла привести конфликтующие стороны к миру. И правительство Мали обратилось к Российской Федерации с пределом о помощи, а Франция, которая находилась там больше 17 лет, вынуждена была покинуть эту страну. И миротворческий континент был серьезно сокращен. Ну вот говоря про саммит, действительно саммит станет площадкой для переговоров и ожидается, как уже было анонсировано, что саммит станет площадкой для установления диалога. И именно его формат, именно такая неформальность этого мероприятия позволит сторонам обмениваться опытом, разговаривать на равных, говорить о своих проблемах, насущном. И говорить это без протокола, без каких-либо официальных проявлений, то есть без галстуков, как говорится, и ожидается, что именно это поспособствует такому глубокому пониманию друг друга. Это вот можно сказать, что это такой тимбилдинг вообще европейский, ну и не только европейский, учитывая то, что там будут представлены другие страны. Действительно, про встречу Пашиняна и Эрдугана очень много говорилось, в частности с самим Пашиняном. Турецкая сторона это пока никак не комментирует, но вероятнее всего встреча действительно состоится, потому что мы знаем, что с окончания Второй Карабахской войны проводилось уже несколько встреч с представителями Турции и Армении, которые пытались найти соглашение по наиболее острым вопросам. Турция и Армения не имеют никаких дипломатических отношений, несмотря на общую границу и несмотря на то, что попытки наладить сотрудничество, наладить взаимодействие предпринимались и предпринимались неоднократно, в частности цюрихские протоколы, спортивная дипломатия, футбольная дипломатия, как ее называли, это когда президенты двух стран отправлялись на футбольные матчи как в Ереване, так и в Ангаре, для того, чтобы поболеть за свои команды, которые играли друг против друга. Но несмотря на достаточно позитивные оценки, которые тогда поступали от экспертов, никакой договоренности тогда до сих пор не было и, к сожалению, ни к чему прийти так и не удалось. В 2018 году президент Серж Саакцян отменил те самые теоретские договоренности о нормализации отношений. Второй шанс появился, ну не второй, но очередной шанс появился у Ангары и Еревана наладить отношения после Второй Карабахской войны, после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. И Ангарань, которая выражает полную дипломатическую поддержку Азербайджану, я однократно подчеркивала, что нормализация отношений между Турцией и Арменией возможна лишь в случае выполнения Армении обязательств, которые она взяла на себя по итогам Второй Карабахской войны. И неоднократно эта тема также скрывала в ходе обсуждений на различных уровнях между делегациями Армянской и Турецкой. И вот я знаю, что активно турецкой стороны в том числе поднимается вопрос о разблокировке логистических коридоров, транспортных связей, против чего активно выступает Ереван. Мы знаем, что очень болезненно воспринималась в армянском обществе идея создания Зенгизожского коридора, но выбору Армении, судя по всему, не осталось, потому что в том числе и ее единственные союзники в регионе, это Россия и Иран, также заинтересованы в разблокировке таких транспортных и логистических связей. В принципе, сам Ереван тоже получит от этого выгоду. Безусловно, выгоду от этого получает в том числе и Турция, которая получает возможность напрямую взаимодействовать в торгово-экономическом плане с Россией, с которой в последнее время, действительно, можно сказать, что Турция стала единственным, одной из немногих стран, которые могут сотрудничать и хотят сотрудничать с Российской Федерацией, так же, как и Иран, соседние, слово говоря. Поэтому важность разблокировки транспортных коридоров на таких встречах спецпредставителей, она действительно обсуждалась. И вот были даже достигнуты некоторые договоренности, появился прямой авиарейс из Еревана в Стамбул, и это не является случайностью, несмотря на достаточно тяжелые отношения, которые имеются между двумя странами. В Анкаре проживает очень много армянских предпринимателей, очень много людей, которые стремятся делать там бизнес, потому что Анкара создает возможности для того, чтобы этим бизнесом заниматься, предоставлять все необходимые условия. И вот я даже знаю, что мэром один из небольших городов Турции был назначен этнический армянин. То есть со стороны Турции никаких таких агрессивных высказываний нет, чего нельзя сказать про, к сожалению, армянскую сторону, которая в последние дни усилила свою достаточно агрессивную риторику, по политическим говорится, и звучат довольно деструктивные заявления, как на уровне руководства Армении, так и на уровне экспертов, политологов и депутатов. И порой эти заявления бывают достаточно абсурдные, обвиняется Азербайджан, Турция в некой агрессии, в неком геноциде, якобы совершенном. И это доходит до такого парса, что вплоть до государственного уровня говорится про наличие какого-то каннибализма. То есть абсолютно такие неадекватные, я бы сказала, заявления, не дипломатические точно со стороны Армении. И вот поэтому очень сложно будет, наверное, договариваться, очень сложно будет разговаривать о этих условиях. Но Турция, как всегда, проявляет очень мудрую политику. Но она не протягивает руку помощи, потому что прекрасно понимает, что Ереван находится в пиктовом состоянии. Турция выступает за мир в регионе, это в интересах Турции, в том числе это отразится на ее экономическом состоянии, потому что чем больше связей с Европейским Союзом, чем больше связей с регионом и с той же самой Россией, тем выгоднее всем странам региона, в том числе и Южному Кавказу. И вот нам удалось поговорить сегодня с некоторыми чешскими экспертами, которые отмечают, что Прага может стать как раз-таки той столицей, тем городом, на полях которого будут достигнуты какие-то договоренности реальные. Несмотря на то, что неоднократно проводились встречи, неоднократно проводились обсуждения, встречи делегаций, все-таки их исполнение оттягивалось, в основном потому, что армянская сторона вновь совершает провокации, в том числе и в том, что касается Азербайджана, а Турция безусловно поддерживает Азербайджан в политическом плане и говорит о том, что провокации, которые совершает Армения, в том числе отразятся и на отношениях с Антарой. И вот поэтому Прага надеется, что она сможет понять действительно все стороны переговорного процесса. Здесь будут обсуждаться не только взаимоотношения Еревана и Анкары, но и европейские проблемы, в том числе и взаимоотношения с Россией также будет обсуждаться. И идея сама заключается в том, чтобы Чехия, как страна, которая пострадала немало во время Второй мировой войны, Чехия, как страна, которая достаточно небольшая по размеру, может понять проблемы и те тревоги, которые сегодня имеются у других небольших стран, которые тоже как или иначе соприкасаются с конфликтом. И вот поэтому, как нам сегодня сообщили, президент Макрон предложил к местам проведения этого саммита именно в Прагу, именно в Чехию. И вот завтра уже начинается неформальный саммит, он будет длиться два дня. С самого раннего утра начнутся мероприятия, они будут состоять как из двусторонних митингов, также из каких-то модифформатных мероприятий. И нам, я надеюсь, ждать отследить ход этого саммита и передавать вам информацию. Да, большое спасибо, Эльмира. Мы будем ждать от вас новых новостей, новой информации. Я напомню, на прямой связи с нашей студией была наша коллега Эльмира Мусазаде. Она находится в Праге, где с завтрашнего дня начнется заседание Европейского политического сообщества «Макрон». Эльмира Мусазаде.